Бытие, глава шестая В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот жизнь Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сыновей — Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так. Длина ковчега — триста локтей, ширина его — пятьдесят локтей, а высота его — тридцать локтей, и сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами, все, что на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц породу их, и из скотов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал.